Вы что сейчас скажете? Спасибо, Господи, люди твои, и благослови достояние Твое. Частица благодатного огня в Сочи прибыла прямым рейсом из Тель-Авива. Сопровождали святыню паломники. Нет нации у Бога. Мы все братья во Христе. Деремся, не обязаны явиться. Оставляем благодатный огонь. Огонь, дабы жили, трудились, молились, любили Бога и ближнего. И многое это вам, нам, всем. Принесли великую, благую весть о снисхождении благодатного огня и о том, что Господь дарует нам и в этом году свою милость, чтобы мы жили в мире согласии, любви, как заповедовал нам Господь. Из аэропорта частицу огня повезли по всем церквям курорта. Пасхальный огонь имеет большое значение в богослужении. Как говорится в Священном Писании, он символизирует свет Божий, просвещающий все народы после Христового Воскресения. По традиции огонь в храмах поддерживают до праздника Святой Троицы, который в этом году будет отмечаться 27 мая. Отмечу, православная церковь празднует Пасху в течение 40 дней. Самая торжественная из них – первая неделя. В это время службы в храмах проводятся ежедневно. И только в этот период в церквях целыми днями открыты, ведущие в алтарь, двустворчатые двери, называемые царскими вратами. Есть.